Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Игра должна быть интересной, быстрой Все-таки играют две команды, которые любят атаковать Любят играть в быстрый футбол, в активный футбол Плюс стадион хорошее поле, отличного качества Я думаю, зрители завтра придут Так что я уверен, что, по крайней мере, с нашей стороны Постараемся все сделать, чтобы болельщику эта игра понравилась Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, что мы уже готовы И покажем красивый футбол И станем чемпионом в Падении Кубка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А по вашим словам По мне, показалось, это не настолько важный для Махтопородской трофеи Насколько сейчас реально важно заключить кубок в этом сезоне В Махтопородской трофеи есть Насколько вам дорога эта трофея? Я повторюсь, что это один из трофеев, который разыгрывается в течение года Суперкубок, Кубок и чемпионат Это один из трофеев И я думаю, что мы не относимся к нему Лишь бы, лишь бы, да Какая-то обычная, скажем так Без какого-то накала игра Ну, как сыграем, так сыграем Нет, конечно, я думаю, и Насав так же самое думает И хочет завтра победить И поднять кубок над головой И у нас, поверьте, много молодых ребят, которые даже первый раз в живую на бунюткоре находятся И для них, я думаю, тоже это большое желание и большой азарт Вот, завоевать первый на данный момент в своей жизни, да, трофей Я думаю, все, кто находится сегодня у нас в обойме и готовятся к игре Они будут максимум отдавать себя полностью целиком Чтобы завтра победить в Суперкубке И все-таки поднять, да, этот кубок над головой И порадовать наших болельщиков Все-таки я надеюсь, что завтра придут и будет болельщиков достаточно Поэтому мы постараемся максимум приложить усилия на данный момент Все, что имеем в своих силах И показать тот футбол, в который мы хотим играть в дальнейшем То, что мы приложим максимум усилия, я в этом не сомневаюсь Ахтекор, как вы думаете? Как вы думаете? Как вы думаете? Как вы думаете? Как вы думаете, что свойallah? И мы полетим с вами! Мы прямнеиславие можно остановить something Так, во новомете Спасибо тебе А после проката Пахта-клоп, в финалах, которые прошли до этого настояния Панет-клоп, еще ни разу не облегал Росат. Поэтому влияет ли этот факт как-нибудь на завтрашнюю мать и будете стараться что-то изменить? Никакого не влиять, я даже, честно сказать, не думал об этом. Поэтому мы не живем историей, а все когда-то случается первый раз. Поэтому даже не задумывался, сколько мы с ним играли, где мы играли и какие игры. Завтра новый день, завтра новый этап, новая игра, новые эмоции. Поэтому я думаю, что завтра будет все по-новому. Прошлый сезонный матч между Насапом и Матакором, так кажется, команда будет правильным, подтачивали на пике. В этом сезоне мы видим Матакору, мы сами связали, с тем, кто видел, видимо, будет игрок. Но самое своеобразие, вверху центральных защитников. Вопрос следующий, несмотря на то, что форма Матакора сейчас не самая суперская, но лучший матч этот договор, потому что я видел, был домашний игрок против Насапа. Завтра можно ожидать такой же боевой сценарий между вами и Насапом? И еще есть этот момент, если не секрет, конечно, как бы использовать проблемы Насапа каждого? То есть, если вы сами защитите, если вы будете делать особый акцент на падение, или будете тоже свои проблемы решать, стабилизировать, или будут на уголовок, потому что так, если каждый матч, то это пропускать. Завтра все узнаете. Я надеюсь, что второй вопрос. Если вы можете, то какую-то информацию задать? Ну, если вы говорите, что у Насапа проблемы, тогда я про свои проблемы уже молчать буду, да? Про ваши проблемы, где сначала что-то? Ну, то, что Насап заявлял в начале года, да, я не знаю, какие должны быть там проблемы, чтобы он чувствовал себя как-то ущемленным, да, в кадровых каких-то позициях. Ну, потому что они заявляли перед чемпионом, что они должны, все максимальные задачи, все остальное туда-сюда. И поэтому было приобретено там несколько у них футболистов, да, но не говоря о нас уже. Мы не брали, а мы отдавали. Так что вы сами видите, знаете, что у нас в команде осталось процентов 20, да, с прошлого года. Поэтому я даже о наших проблемах говорить не буду. И пусть в каждой игры у нас все время, к сожалению, что-то происходит. То карточки, то микротравмы какие-то, еще что-то. А по поводу той игры, которая понравилась вам во втором туре, ну, я бы не сказал, что мы вот эти игры, даже где мы сыграли в ничью, да, и проиграли, что мы играли плохо. Но я не могу сказать, потому что, если вы посмотрите внимательно игры, а я думаю, вы смотрели, и некоторые комментировали, наверное, то количество моментов, которые мы создаем, если бы мы хотя бы реализовывали 50%, то мы бы эти игры закрывали в первом тайме по эпизоду, по моментам, которые мы создаем. В первом тайме мы закрывали бы уже все вопросы. Но, к сожалению, не все так складывается, как нам хотелось бы. И здесь даже присутствует Дастон, да, Хамданов, который уже в первом круге ему стал уже бомбандиром по моментам. Но, слава богу, он забивает в каждой игре. Вот. Но повторюсь, что те предпосылки и те эпизоды, которые мы создаем, просто такое мнение, потому что все говорят, вот должны были там Самаркан, да, вот 6 очков Козелкум, ну, поверьте, там же тоже есть тренера, которые тренируют их, да, целыми днями, футболисты, которые что-то изучают, тактики, схемы и все остальное. Мы же не играем против каких-то фишек на футбольном поле. Там тоже футболисты, которые умеют играть в футбол. Поэтому, как вы видите, у нас чемпионат в этом году, я бы сказал так, сильно выровнялся. Нету каких-то провальных матчей, нету каких-то ни у кого. Каких-то таких крупных побед, крупных поражений. Вот, сыграли мы там 8 туров, да, и все как бы ровно. И все лидеры, как бы в кавычках, да, которые в том году закончили верхние части сезона наверху, играют с командами, которые вошли только в премьер-лигу, да, и не всем так просто с ними. И отнимают очки, и обыгрывают, и в ничью играют. Все, все теряют очки, я имею в виду группу лидеров, да. Поэтому в этом плане мне очень нравится, что чемпионат выровнялся. Очень ровно, и проходных игр ни у кого нет. Кто бы не играл дома, на выезде, не столь важно, и с кем бы не играл, никого просто так сейчас не обыграешь. Все научились играть в футбол, все научились обороняться, научились атаковать. И этим подкупаем. И я думаю, в дальнейшем у нас чемпионат в этом плане будет только расти и расти. Поэтому сказать, что ту игру, да, была хорошая игра, но вот я с Рузиком разговаривал, да, Бердевым, ему ничего-то не понравилось. Когда после игры мы там на дорожке стояли, я говорю, а мне очень понравилось. Ну, может, ему не понравилась работа его, ребят, но в целом, я думаю, что вам понравилось, правильно вы заметили? Ну, я не скажу из-за того, что в этом сезоне, это даже не вопрос, а в том, что рассуждение, у Афтокора есть нестабильность в балансе. А против Носафа это был прям самый лучший матч, потому что Носафа это табущая команда, за матч у них будут два момента, и все. А у соперника, да, я понимаю, что вы много соберете, и по их чью вас торже показать, вы там не забиваете. Но у соперники создаете, а такой является одной из самых пропускающих команд. Да, да, да. По балансу есть, скажем так, отрицательный сад, а вот против Носафа, это мое субъективное мнение, оно может быть неправильное. Но для меня то, что играет в этом сезоне Афтокора, это будет самая лучшая с точки зрения насыщенность вращения вверх, баланса, как помогал Батону, по защитному садению. Поэтому вопрос был завтра, а ожидай, как вы живете? А то следующая игра, играем в том же составе, правильно? Да, тот же самый состав. Вот вы сами себе ответили на вопрос, нестабильность. Молодежь это нестабильность. Я это говорил в начале года. Это не мной доказано, это наука. Молодежь это нестабильность, это вот так будет. У них все время вот так, они не могут идти. И вот так они не могут идти. Они все время вот так будут. Потому что нужно время. Время, время, время. Но, к сожалению, времени всегда не хватает. Поэтому это как бы нормальные вещи. Со сбора вышли первые два тура, да, здорово, все отлично. А потом до сих пор на многие вопросы нет ответов, да, почему так дальше стало происходить. Опять же, при том, при всем, создавая очень много голевых моментов. Ну, как говорится, одним словом, это футбол. Это футбол, ничего здесь как бы не поделаешь. Поэтому завтра, повторюсь, мы постараемся, при том, при всем, что игра с одной игры, это финал кубка, это не длинная дистанция как чемпионат, да, то здесь уже хочется и результат, и хочется показать, при том, при всем, какой-то качественный футбол, да. Насколько мы сегодня можем его продемонстрировать, мы завтра постараемся это сделать. Как вы сейчас видите? А может, что это? А может, что что, могу сказать, что, обладает вам кубку? Сауну, что я могу сказать? Почему? А. Как. А может, это проектов? А может быть, что-то, как правило? Это как поведения? Назважно, что, я могу сказать, и обращаю, но не проектов, что в этих странах есть. И, конечно, они получаются, что есть в открытой, которые были, так ли, у нас несколько или иных, которые в нашей жизни, Что с ним присоединяюсь? Существует он и подумает, что с должной вот différend. Подставишь его об этом? Как вы думаете, как вы attained молодежь, своим родителям на силу этого счастлива? Я думаю, что до доброго дня мы с вами делали, чем когда мы едем, это здорово, В этом году мы получаем улучшение по каждому гороскопу. Мы получили первую очередь насчастливых моментов. Этот очень тяжелый шанс. Мы не знаем, что здесь мы получаем цены. Мы получаем самые самые крупные дожители. Компионисты не met рейсов. и мы связываем в Турке, потому что они работают на Nazi-махов, и я создавал ее для образования по-феговорам, и мы говорим, что мы работаем, и все это делаем в Турке, потому что лучше не поражаем, то как лучше было их местной, если я выдаю тебя, пожалуйста. Насколько большая для сегодняшнего Бахтакора? Потеря большая. Даже не для нынешнего Бахтакора, а вообще большая, потому что Сардо одна из ключевых фигур в Бахтакоре и не то что в нынешнем, а вообще. По игре и в тактическом плане во всех остальных. Это огромная потеря. Да, огромная. Да, Стоп. Стоп. Да. 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 На фнае можно тренировать. Согласен. Через стенку стоишь. Подачи с фланга можно тренировать. Надо их там 68 сделать в день. И тогда наебово придем. А пинатьи что пинать. На флак. У Тре, коблица. Манка Плак. Мы все Botno анекомор soni. У лицо Okду Marina madame. И ему отправляют, он стал по этой системе заниматься, и очень здорово прибрал, что потом надо это у вас. У вас есть персональная работа, подсказывает, объясняет, как нужно ножку поставить, как ударить? Именно персонального нет, но он, конечно, подсказывает, я стараюсь бить, как он, но пока еще результата нет, еще много надо тренироваться и учиться. Конечно, он учит и подсказывает, это пример для меня, это пример большой, и я стараюсь слушать и развивать то, что он говорит и то, что мне не хватает. Максим, уверен, что у вас тоже есть какие-то месседжи, чтобы пришли поддерживали завтра? Обязательно хочется пригласить все-таки такие игры, да, и я почему вначале сказал, что я давно не видел столько журналистов уже перед игрой и после игры, поэтому для меня это очень приятно, да. Это значит, говорит о том, что все-таки игра это немаловажно, да, это, повторюсь, опять же, трофей, поэтому хотелось бы, чтобы те болельщики, которые придут завтра, да, чтобы они ушли отсюда, не важно, да, кто выиграет, вот, но ушли довольны от того зрелища, которое мы постараемся им завтра продемонстрировать, да. Вот, поэтому еще раз приглашаем всех, погода хорошая, уже тепло, так что можно прийти и, честно сказать, взять семью детей и два часа получить. Надеюсь, удовольствие, поэтому приглашаем всех, все, кто любит футбол, все, кто любит бахта-кор, так что завтра ждем на трибунах Пуниот Корр. Спасибо, до завтра. Спасибо, до завтра.